Сегодня в программе В Тюмени живет рекордсмен сервиса «Яндекс.Музыка» и неистовый поклонник группы «Линкен Парк». За год он прослушал их композиции более 10 тысяч раз. Если вы узнали себя, пожалуйста, откликнитесь и станьте героем нашего сюжета. В эфире тележурнал «Точнее». С вами Ольга Солоницына. Здравствуйте. Ну а начнем мы с того, что актуально более чем для 135 тысяч жителей Тюмени. Ведь именно столько горожан пользуются безлимитными транспортными картами. И вот теперь назрела необходимость ввести лимит на количество льготных поездок в общественном транспорте. Почему? Представители администрации города объяснили ситуацию ветеранам. И они с чиновниками согласились. Иногда и транспортной этой картой, дающей право бесплатного проезда в автобусе, пользуются люди, совершенно не имеющие льгот. То есть какие-то третьи лица, на которые оформлены эти транспортные карты, передают им. И здесь, конечно, надо наводить порядок должный. Перед этим в администрации данные о поездках пенсионеров проанализировали. Выяснилось, что более 70% пользуются городским транспортом не более 44 раз в месяц. Эта цифра и стала лимитом. Те деньги, которые мы тратим на эту льготу, это наши общие деньги, которые... Сегодня это не означает, что мы там что-то сэкономим или много сэкономим. Они точно так же будут направлены, использованы на другие крайне важные расходы, которые необходимо в этом же году закрыть. Когда ведут новую систему, все льготники будут оповещены. Единственное, следить за балансом своих карт им придется самостоятельно, чтобы избежать недоразумений с кондукторами. Еще раз уточним, что ограничения в 44 бесплатные поездки в месяц коснутся только пенсионеров по старости. Ну и в следующем году в общественном транспорте станет меньше работников иностранцев на 10%. Соответствующее постановление вынес Кабинет министров России. Количество водителей грузовых машин также сократится с 35 до 30%. В сфере выращивания фруктов и овощей иностранная рабочая сила может составить не более половины от общего числа трудящихся. А вот в российских аптеках иностранцам и вовсе работать запретили. В этом секторе приезжих быть не должно, как и в розничной торговле, будь то передвижные палатки или рынки. Кстати, в Тюменской области потребность в иностранной рабочей силе снизилась почти в два раза. В 2015 году у нас трудоустроились 1300 приезжих. В основном они все работают на стройках. Ну а теперь вести для автолюбителей. Вполне возможно, в России водителям пожарных и скорых разрешат парковаться по жесткому. Точнее, просто таранить брошенные, как попал, автомобили. Мы выяснили, как Тюмень приняла эту пока еще инициативу. По словам сотрудников МЧС, в нашем городе немало труднодоступных дворов. Один из таких по адресу Широтная 108. Дом с двух сторон окружен шлагбаумами, да и территория рядом, как правило, заставлена машинами. Если что-то случится, спасатели, конечно, все равно доберутся. Вот только потратят на это бесценные минуты. Еще один сложно проходимый район между домами номер 51 и 53 на энергетиков. Галина Литвинцева часто вызывает скорую. У женщины проблемы с сердцем. Говорит, спецтранспорту во дворе не всегда находится место. Машину, ну не подъедешь, не разъедешься. У нас вот товарищ, вот это вот. И вот две машины ставят место, его как будто бы купленное. И он, короче говоря, это самое, никого не пускает, вплоть до драки. Ему машину уже сколько раз сбили. И если транспорт скорой помощи еще может поместиться среди как попало припаркованных автомобилей, то для водителей пожарных машин это целое испытание. Водители к подобным препятствиям уже привыкли. Они стучат по колесам мешающих автомобилей, чтобы сработала сигнализация, или обращаются за помощью к сотрудникам ГИБДД. Но чтобы чужой транспорт был поврежден, случаев еще не было. Сами подразделения никакой возможности убрать автомобиль, который как бы он ни был припаркован, находится, перекрывает, не перекрывает проезд. Наши подразделения не имеют. Случаи такие серьезные довольно часто у нас происходят. Пожар в прошлом году на Харьковской, когда крышу мы тушили. То есть дворы старые, очень узкие. Там без помощи сотрудников ГИБДД нам было очень тяжело самим справляться. А вот члены общественной палаты России уверены, экстренным службам можно парковаться по жесткому и таранить мешающие авто. Но тюменские депутаты считают, есть более лояльные рычаги воздействия. Управляющие компании, вот те, кто управляют домами, они все-таки должны реагировать на то, чтобы проходы не заставлялись. И можно привлекать же и сотрудников ГИБДД, и наш областной закон, и федеральный закон о незаконной парковке. Это наказание рублем, и по большому счету на это наказание люди реагируют. Инициатива общественников о разрешении идти на таран еще не одобрена. Слишком много споров. Ну а пока остается лишь надеяться на ответственность тюменских автовладельцев и профессионализм водителей экстренных служб. Светлана Матус, Сергей Кондаков, Тюменское время. Новое ДТП на дороге смерти. Нововведения в работе почты. И зачем в областной центр приехали две фуры с театральными декорациями. Уточним далее в коротком обзоре событий. На злополучной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск вновь зарегистрирована смертельная авария. На этот раз на 348-м километре в Адском районе. Встреча Лексуса и грузовой фуры оборвала жизнь пенсионера из Ямалоненецкого округа. После столкновения с большегрузом от внедорожника практически ничего не осталось. По предварительной информации 65-летний водитель за рулем уснул и выехал на встречную полосу. Травмы получили его пассажир и шофер грузовой машины. На этой же трассе вчера были зафиксированы и более мелкие ДТП с участием представителей российского автопрома. Между тем, буквально на днях принято решение автодорогу расширить и укрепить обочины. Сейчас в окружной больнице Ханты-Мансийска остаются 13 человек, пострадавших в автокатастрофе на этой трассе 4 декабря. Один взрослый выписан. Доставка посылок из зарубежных интернет-магазинов станет быстрее. С 1 января 2017 года Почта России вносит изменения в порядок приема и обработки нерегистрируемых международных отправлений. Сейчас ни виртуальные магазины, ни почта, ни клиенты не имеют возможности отследить путь посылки. Но с нового года мелкие пакеты должны будут регистрироваться и сортироваться по регионам уже в стране отправления. Стоит отметить, что на Всемирном конгрессе в Стамбуле инициативу наших Печкиных поддержали Национальные почтовые администрации 35 стран мира. В Семень приехал Евгений Онегин. Одну из самых скандальных постановок в областной центр привез театр имени Вахтангова. Накануне спектакля актеры встретились с публикой. В частности, журналисты пытались выяснить, какой из Онегиных, а его играют и Сергей Маковецкий, и Алексей Гуськов, больше симпатичен Татьяне. Ее роль исполняет молодая актриса Ольга Лермон. Совершенно два разных человека. Вы же по-разному будете относиться к двум разным мужчинам. Я их по-разному люблю. Одного заодно. Предлагаю вам прийти на спектакль и посмотреть. Два раза. Да, два раза. По словам директора театра, чтобы гастроли прошли на должном уровне, привезли две фуры декораций. Не прописан и не платит. Типичная ситуация для многих жилых домов. А страдают соседи? Это они оплачивают свет и воду за себя и за того непрописанного парня. Способ покончить с этой несправедливостью есть. Но в этой борьбе уже страдают невиновные. Людмила Ревякина обычно оплачивает коммуналку авансом, не дожидаясь квитанции. Так же поступила и на этот раз. Но сначала смутила сумма. Больше почти на 700 рублей. А потом и неизвестный сосед, который фигурировал в документе. Когда пришла квитанция, то есть я стала разбираться и увидела, что оказывается у меня в квартире появился лишний человек. То есть до этого я всегда платила за одного, то есть за собственника проживающего по прописке. То есть сейчас у меня почему-то появилось квитанции 2. Людмила единственная хозяйка квартиры. Прописана тоже одна. Откуда взялся лишний человек, мы уточнили в управляющей компании «Жилищный стандарт». Руководитель пояснил. С лета мастера обходят весь жилой фонд, который обслуживают. На карандаш уже попало около 6 тысяч квартир. Смотрят все. Перепланировки, счетчики и людей считают. В первую очередь обходили квартиры, где как раз не стоят приборы учета, не установлены, да, более интересные нам. В три раза больше, чем заявлено. Пока рекорд проживания 12 человек в однокомнатной квартире. Такие неучтенные соседи потребляют много воды. И весь этот объем раскидывают на жильцов, как общедомовые нужды. Поэтому сами собственники должны быть заинтересованы в обходах. Другое дело, что без соседей и старшего по дому акты фактического проживания не составляют. Неизвестно, кто указал, что Людмила живет не одна. Ни в каком обходе я не участвовала. Ну, просто потому, что летом это все происходило. Меня здесь не было. Это первое. И второе, что меня очень удивило, когда я приехала, мне вдруг сообщили, что в квартирах больше жильцов, чем там прописано. Каким образом это может быть, я совершенно не понимаю. Жильцы этого дома на улице Котовского на днях собираются идти в свою управляющую компанию. Будут требовать снова пересчитать соседей. Подобное в Тюмени периодически происходит. Но от таких ошибок в питанции защита есть. Первое, что вы должны сделать, это поставить приборы учета. Исполнить свою обязанность, святую, которую нужно было исполнить аж в 2012 году. Если вы ее исполните, никаких проблем, сколько зарегистрировано у вас граждан, не будет. То есть вы будете по факту вашего потребления оплачивать коммунальные услуги. Это самый правильный способ для того, чтобы платить ровно столько, сколько вы потребляете. Пока счетчики не стоят, внимательнее смотрите квитанции. Если что-то не ясно, задавайте вопросы в ТРИЦ, чтобы не тратить реальные деньги на виртуальных соседей. Александр Гришаков, Евгений Проскуряков. Тюменское время. Кстати, жалобы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и неправильные расчеты, занимают почетное второе место в рейтинге Тюменского управления Роспотребнадзора. На них приходится треть всех обращений. Лидер потребительского недовольства – это сфера торговли. На третьем месте – финансовые услуги. Также в антирейтинге засветились предприятия связи – 4%. Химчистки, ателье, парикмахерские и прочие бытовые услуги – также 4%. Меньше жалоб в сфере обслуживания машин, медицинских, транспортных и образовательных услуг. Все вместе они составили 13%. Ну и на одном пункте остановимся отдельно. С начала года почти четыре десятка тюменцев пожаловались на фирмы по установке пластиковых окон. Эта сфера бизнеса в плане невыполнения своих обязательств для потребителя сегодня самая опасная. Счет убытком уже идет на миллионы рублей. Обустройство нового дома Марсель начал еще осенью. Чтобы сэкономить на установке пластиковых окон, скинулись с соседом и сделали заказ на 110 тысяч рублей. Подкупил потребителей сервис. Замерщики приехали по первому звонку. Нам объяснили, что в течение 70 дней окна будут готовы. Ну, соответственно, прошло уже более полутора месяца. Ни окон, ни денег, соответственно. Директор компании начал говорить какие-то, придумывать отговорки, что сегодня вот не получится, сегодня там при погрузке повредились стекла. Заподозрив неладное, Марсель решил прочитать отзывы о компании в интернете. Оказалось, что на имя руководителя фирмы уже даже составлена петиция. В ней обманутые клиенты, а их шесть человек обращаются к главному прокурору Тюменской области. В борьбе за свои права Тюменцы надеются, что делом о неустановленных окнах все-таки займется прокуратура. Ведь общая сумма ущерба уже достигает миллиона рублей. Вот только когда увидят свои деньги пострадавший вопрос, ведь ком несправедливости. Они не могут сдвинуть уже больше трех лет. По нашей просьбе в Роспотребнадзоре взглянули на договор Марселя. Текст «Как две капли воды» схож с тем, что фигурировал в судах еще в 2014 году в числе совпадений и имя генерального директора. Кстати, за его плечами уже есть обанкротившееся предприятие. Было очень тяжелое дело тогда. Суд вынес решение в пользу потребителя. Но, насколько я знаю, еще по тем временам, потребитель так и не смог получить именно выплаты. В связи с тем, что фирма просто прекратила свою деятельность, и генеральный директор возглавил другую фирму образованную. Сейчас ведь это не составляет труда. Поэтому, помимо отзывов в интернете, в отделе по защите прав потребителей рекомендуют зайти на сайт налоговой службы. И перед тем, как звонить фирму, по установке окон проверить компанию во вкладке «Риски». И просто посмотреть, на какой стадии находится сейчас юридическое лицо. А нет ли в отношении него процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации и так далее. А кто является генеральным директором. Кстати, проверить можно не только тюменские предприятия, но и приезжих установщиков. На втором месте по числу жалоб в Тюмени – Новокузнецкая фирма, а на первом – одна из местных. Всего в Роспотребнадзор в этом году поступило 36 жалоб на компании, которые так и не установили окна своим заказчикам. Многие из них уже довели тюменцев до белой ручки. Дарина Скорнякова, Антон Пригорницкий, Сергей Мякишев. Тюменское время. 10 тысяч тюменских подростков этим летом учились зарабатывать деньги собственным трудом. Более 200 предприятий предоставили им рабочие места в рамках программы «Растим смену». И если дети получили деньги и опыт, то лучшие работодатели – почет и уважение. Дворник Татьяна Боровинская на ногах с пяти утра. Ее участок – несколько дворов на Пермяково. Зимой тетя Таня работает в одиночестве, но с удовольствием вспоминает лето и осень. Тогда у нее в помощниках были десятки школьников. Ее работодатель за каникулы трудоустроил почти две сотни подростков. Мне с ними интересно, весело. Я стараюсь им. Я говорю, они приходят, иногда даже метлу не знают, как взять кисточку. Смотришь, он уже потом нормально красит. С апреля по октябрь школьники Тюмени работали на благо города. Под руководством Татьяны Боровинской и мастеров участка приводили в порядок улицы и жилые дворы в третьем микрорайоне. Трудились по закону не больше трех часов в день. Они красят детское оборудование, ограждения. Мы садили кустарники, деревья, чистили детские площадки. Летом дальше пололи цветочки, клумбы. И они нам помогли, и мы их чему-то научили. Вдвойне приятно. Дети получили деньги и опыт, а работодатели – почет и уважение. Молодежь оформляли официально через Центр занятостей и городской многопрофильный центр. Специалисты последнего даже выделили лучших. Подвели итоги конкурса «Растим смену». Честь и хвала тем работодателям, которые при всех экономических условиях создают рабочие места и трудоустраивают на них несовершеннолетних. Более 200 предприятий в течение 2016 года предоставили свыше 10 тысяч рабочих мест подросткам. Отличилась компания «Уралстрой». Там трудоустроили почти 400 детей. Кубок победителя работодатель посвятил своим юным работникам. Детям приятно. Они понимают, как зарабатываются деньги, что это нелегко. Они сами это чувствуют, насколько трудно, что в дальнейшем они уже, так сказать, свою профессию тоже выбирали. Кстати, лучших юных работников по итогам трудового лета тоже наградили. Еще осенью 20 самых трудолюбивых подростков съездили отдохнуть в детский загородный центр. Даже были подростки, которые все четыре смены отработали в этом году. Не только возможность заработать первую в жизни, получить зарплату, но и, возможно, сориентироваться на будущую сферу деятельности. Кстати, у желающих поработать следующим летом скоро начнут принимать документы, а в апреле распределят по объектам. Анастасия Лизаревич, Евгений Доценко, Андрей Захаров. Тюменское время. Более тысячи раз в месяц на пункте пропуска через границу в рапорту Рощина измеряют температуру прибывающим пассажирам. Особое внимание рейсам из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, а также чартерам из Таиланда, Арабских Эмиратов и Вьетнама. Меряют температуру бесконтактным тепловизором. Все для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекционных заболеваний. Санитарно-карантинному контролю подвергаются также товары и грузы. По сведениям Роспотребнадзора, с начала года ничего запрещенного к ввозу в Россию, а также случаев переноса карантинных заболеваний, не зарегистрировано. Но один незваный гость нашу границу все-таки переполз. Предположительно, это паук из рода черных вдов. Его вместе с фруктами принес домой один из тюменцев. Как известно, укусы таких насекомых смертельны. Не мудрено, что самого покупателя и его друзей в соцсетях от такого бросило в дрожь. Несколько дней назад сообщение в социальных сетях взорвало интернет. Тюменец купил в ларьке хурму, но отведать ее не успел. Из фрукта выполз – черный паук. Мужчина принял незваного гостя за каракурта – смертельно ядовитое насекомое из рода черных вдов. Свою находку тюменец показал ученым. Они и вынесли свой вердикт. Этот паук не может причинить вред человеку. В Тюмень гость попал вместе с фруктами. Из солнечного Азербайджана. К слову, в Роспотребнадзоре знают про этот случай. И сейчас проводят проверку. На самом деле, жалобы у нас нечастые на данный вид товаров. Если потребитель имел намерение приобрести данную продукцию, но не купил ее в связи с тем, что она не отвечает признакам качественности и безопасности, разумеется, такой потребитель может к нам обратиться с жалобой. На крупнейшем городском рынке нас заверили. Купить паука с фруктами можно только в небольших ларьках. Здесь же все продукты проходят тщательную проверку. У нас завод всегда свежая. У нас лаборатория есть каждое утром проверить. Нуржан убеждает нас. Покупатели ни разу не возвращали некачественные фрукты обратно. Пауков и других насекомых она вообще никогда тут не встречала. Испания, Азербайджан, Марокко, Чили, Сербия, Израиль. Сегодня в магазины и на рынке Тюмени попадает продукция из десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. Только самые новогодние фрукты мандарины представлены сразу четырьмя странами. Это самый вкусный китайский. Это турецкий. Без косточек. Сейчас все покупатели покупают мандарин. Потому что скоро Новый год. На вкус китайский действительно оказался самым сладким. Однако эксперты наперебой утверждают, сладкий не значит здоровый. Именно Поднебесную чаще всего обвиняют в использовании химических добавок. Вообще считается, самые натуральные мандарины растут в Абхазии. Чувствуется вкус Нового года. Подведем итог. Приобретать фрукты нужно в проверенных местах. Перед покупкой обязательно осмотрите плот. И если вам пытаются продать испорченные продукты, смело обращайтесь в Роспотребнадзор, чтобы никто не смог испортить вам праздник. Никита Филиппов, Роман Чинахов. Тюменское время. Тигр Амур и козел Тимур из информационной повестки ушли. Но в ней появились новые герои. В Нижней Тавде не утихает история дикого селезня. В мае прошлого года раненую птицу подобрали и лишь по чистой случайности не отправили на жаркое. Теперь же это любимец всего села. И даже личная жизнь у селезня наладилась. После вашего приезда мне родственник привез самочку для него. Сейчас, как говорится, души не чает. Вот, сейчас на пару они вместе ходят. Прописку в курятнике Чупраковых дикий селезень получил полтора года назад. И поскольку волю он променял на теплое и сытное место, селяне решили устроить и личную жизнь Кеши. Утка вот одна есть и все. Больше он кроме ее никого не признает. Избранницу Кеши зовут Стеша. Она домашняя декоративная утка. В сравнении с селезнем дама смотрится гадким утенком. Из-за звания любимой ей пришлось побороться. За сердце свободной птицы бился целый десяток домашних кряков, но безуспешно. Вот родственник-то брал, хотел яйца было отпарить. Так он всех этих уток у меня перещупал. Ни одна не понравилась ему, а вот эту привез, понравилась ему. С ней подружились моментально, ага, и все, и до сих пор вот живут на пару. К своей ненаглядной Стеше Кеша никого не подпускает. Даже гоняет соседа-петуха. Каждый живет своим хозяйством. Курицы отдельно, утки отдельно. Друг друга не любят. Вот так вот. Скажи, да, Петя, я песни по утрам пою, всех бужу, порядок навожу. За своими девочками слежу. Кеша, Кеша. Кеша. Вот так бы и жило утиное семейство душа в душу. Одна беда – крысы. Не смог Кеша, когда Стеша высиживала кладку, спасти яйца от хвостатых убийц. Хотя старался изо всех сил. Вот когда она яйца несла, яйцо снесет, а он, она на коробочке сидит на гнезде, как говорится, а он рядышком караулит ее, сидит рядом, чтобы вместе были. Чупраковы утиной парочки умиляются, да надеются, что у Кеши со Стешей все получится. И даже подумывают улучшить жилищные условия молодой семьи. Хотят установить мини-бассейн. Ведь дикий селезень привык на воле к водным процедурам. И, возможно, именно они помогут Кеше набраться сил для следующего боя с грызунами. Кто бы мог подумать, что Кеша из утки, которая могла пойти на суп, превратится в настоящего героя. И теперь я уже с нетерпением слежу за продолжением истории. Теперь у него есть любимая и, возможно, скоро появятся дети. Так что продолжение следует. Наталья Жукова, Алексей Красных, Тюменское время. И по данной связи с Тенебесной канцелярией. В среду в обеих столицах переменная облачность. День пройдет без осадков. В столице Духовной на термометрах 16-18 градусов ниже нуля. В Тюмени 17-19 со знаком минус. Партнер нашей программы Аптека.ру. Ваш гид в мире лекарств. Все материалы этого выпуска вы можете найти в официальных группах Тюменского времени в интернете, а также на нашем Ютуб-канале. Я только напомню, что тележурнал «Точнее» вы можете смотреть сразу на трех каналах. В 18.30 на СТС и по Тюменскому времени, а в 19.30 на домашнем. И на этом у нас все. Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.